Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Около четверти населения Израиля возвращенные из северной земли. Это израильтяне, которые говорят по-русски. Поэтому русскоязычная мессианская община Шавей-Цион одна из многочисленных мессианских общин. Как и все христиане мира, верующие общины считают Новый Завет единственным истинным и логичным следствием пророчеств Ветхого Завета. Откровения Авраама, Моисея, Давида и пророков вместе с учением Мессии и Иисуса из Назарета и его апостолов составляют собой неразрывное и неизменное целое. Это призвание еврейского народа. Наша цель – восстановить веру в Иисуса в Израиле в наши дни, а также говорить другим народам об исцеляющей важности еврейских корней веры. Хайский теологический институт основан в 2009 году. Его целью является предоставление богословского образования и подготовка лидеров в Израиле и за рубежом. С сентября 2013 года действует программа заочного обучения через интернет по двум направлениям – библиистика и мессианский иудаизм. Программа открыта для всех русскоговорящих верующих, любых конфессий и по всему миру. Подростки, дети-матери-одиночек, после школы обычно, не зная, чем заняться, шли на улицы, собирались в компании, собирали окуртки, распивали пиво, и не важно, что им было 13, они чувствовали себя при деле. Мы можем себе представить, к чему приводит такой подход к жизни, когда нет отца, чтобы сказать свое веское слово, или есть слабая мать, которая старается подработать где может, чтобы покрыть хотя бы элементарные затраты на жизнь, а говорить о воспитательной работе не приходится. Такие дети, подзрослев, начинают употреблять алкоголь или наркотики, и дальше продолжать не хочется. Много лет помогая людям, мы пришли к выводу, что лучше направить ребенка в начале его пути в правильное русло и дать ему полезные занятия, чтобы в дальнейшем не пришлось помогать им мамам и им самим выбираться из тех проблем, куда они могли попасть. Наша музыкальная школа видит своей целью не только воспитать хороших музыкантов, но и занять детей из слабых семей, чтобы они могли через музыку стать людьми прекрасного, по возможности избегая греха. Душа радуется видеть учащихся музыке, родителей которых не в состоянии оплатить их обучение в школе. За несколько лет существования нашей школы мы уже видим положительные плоды этой работы. Служение Оазис Медиа Затем, увидев нашу востребованность среди русскоговорящих верующих во всем мире и двигаясь в ногу со временем, в январе 2013 года мы начали видеопроект в интернете, основными целями которого являются нести благую весть о Спасителе Ишуа, прежде Иудею, а потом и другим народам, предоставлять возможность верующим людям всех конфессий, знакомиться с толкованием священных писаний с еврейской, мессианской точки зрения. Для этого в студию Оазис Медиа мы приглашаем наиболее известных современных мессианских учителей, священных писаний и пастырей Израиля. Проект ориентирован не только на мессианских евреев, но и на всех людей, верующих в Мессию Ишуа, Иисуса Христа и ищущих глубокого понимания и познания Бога. Интерес к нашему проекту со стороны христиан и мессианских верующих всего мира с каждым днем возрастает, поэтому мы молимся, чтобы Господь открыл новые возможности. Гуманитарная горячая кухня. Насколько это актуально? Сегодня? Здесь? В Израиле? Желание помогать другим – это не просто хобби, это возложенная на нас миссия. Бог сказал «Возвращу народ мой в их землю и благословлю их». Тогда почему есть нуждающиеся? А потому что Он хочет через нас, тех, кто называются Его именем, благословлять свой народ, для того, чтобы мы, Его дети, приобретали Его характер, были внимательными к нуждам других и заботились о них, были даятелями. Этим мы и занимаемся. Воплощаем заповедь Господа Ишуа в жизнь. Помогаем тем, кто нуждается. Давайте вместе помогать им и вы, и мы, и вы через нас, открывая бедным среди народа Израиля Бога Израилева, который возлюбил их безмерно.